Возрадуйтесь, родные мои любимые вахайобы! Сегодня мы полетим на наших гуслях туда, где война длится вечно! Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее! С вами я, Фауст, вы на канале Friday School, и вот мы поучились! Но давайте теперь немного разожмём булки наших связок и поговорим снова о развлечениях! Да и не просто о развлечениях, а о том, как и что может вдохновить исполнителя творить! И сегодня мы обсудим одного мастодонта из мира настольных варгеймов, а именно Вархаммер 40 тысяч! И о том, как исполнители тяжёлой музыки вдохновлялись этой безумной гримдарковской вселенной! Но в начале история! Вот, вы видели когда-либо в исторических фильмах, как крутые полководцы раскладывают карты, ставят на них фигурки и продумывают ходы своей армии? Так вот, это и были первые редакции варгеймов! Но по факту, история берёт своё начало аж в 1913 году, в Соединённом Королевстве! В то время, особо популярным хобби был сбор оловянных солдатиков! Среди коллекционеров был также небезызвестный Герберт Уэллс! Если не знаете, он написал такие вещи, как «Остров доктора Моро», «Человек-невидимку», «Первый человек на Луне»… Всё ещё не знаете? Ну тогда… Купи себе книжку какую-то научную на! Хватит быть тупым! Тупорылая жопа! Мистер Уэллс как-то озаботился идеей, почему оловянные солдатики просто стоят, можно же разыгрывать целые исторические бои! И написал книгу правил для первого в истории варгейма – Little Wars. Суть проста – у каждого игрока есть своя армия, которую он набирает из оговорённых очков. Допустим, на 50 очков вы можете взять одного генерала за 50 очков, либо это будут два элитных бойца за 25 каждый, либо конницу за 15 очков на весь полтинник, либо усыпать дешёвыми гобулями весь стол за 5 очков за отряд и давить какого-нибудь Наполеона числом и пушечным мясом. Передвижение измеряется в дюймах, а кидать надо на атаки, и успех решался броском кубов, как правило, обычным шестигранником. И эта система работает до сих пор, у каждого вида войск есть свои характеристики, по которым и происходит, собственно говоря, игра. Спустя годы Games Workshop задумывался о том, что почему бы не заменить, допустим, отряд гусаров на драконов, генералов на магов, а канаду на эльфов. Ну, и заменили. Так и вышел свет фэнтезийный Вархаммер, а потом и параллельно ему всю фэнтезийную движуху отправили мало того, что в космос, так ещё и в 41-е тысячелетие. Так в Варгейме приобрели популярность. Олова сменилась на пластик, фотополимер и зелёнку, и появилась ещё ту его хуча аналогов Вархаммера. Даже в России, скорее всего, мы натыкали с детства на такие вот коробки с солдатиками, но даже не подозревали о том, что бумажки эти непонятные внутри содержали в себе своды правил, как устраивать ими тотальное мочилово. Ну, это вкратце, а то мы так к теме не перейдём, и даже улетим куда-то сверхдалеко. Давайте теперь немного о Вархаммере 40 тысяч. Что ты думаешь? В 1987 году два англичанинца Энди Чемберс и Рик Присли разработали идею отправки фантазийного мира Молота Войны в космос. Идея была тогда, ну, сверхэкспериментальной, поскольку никто даже представить не мог, как в далёком, казалось бы, прогрессивном sci-fi будущем может быть инквизиция, боги, орки, эльфы. Да и сейчас это неподготовленному человеку может показаться бредом. Но у мужиков удалось. Да мало того, что удалось сделать правило, так и прописать историю вселенной, да ещё и какую комплексную, ещё и где нет определённых хороших ребят. Потому что, глядя на любую сторону, любой моралист будет в замешательстве. Кого же ему собирать? Есть несколько фракций людей, но все люди, все ненавистники в этой вселенной. И вообще, если рассказывать анекдот про бога императора, то жди к тебе приду с разговорами в сторону твоего отвратного хлебала. Пояснять за каждый сетап и панчлайн. А если шутка ещё и смешная, оказалось, ну, сынок, инквизиция выжат тебя и всю твою планету буквально. Местные эльфы, которых называют эльдарами, либо высокомерные и бьются носом в темноте в поисках решения своей проблемы с попаданием после смерти в БДСМ Ад, либо они, тёмные эльдары, и решили устроить БДСМ Ад уже у себя дома. Есть древняя цивилизация египетских терминаторов, которых зовут некронами, которые просто злы на всё живое. Есть империя Тау, которая пытается коммунизм привить всем цивилизациям, но на правах личных блинг, за что на них очень обижаются все цивилизионные расы и от обиды расстреливают при приближении чем крупнее. Есть тираниды, которые просто хотят кушаться и поедают планеты. Есть демонопоклонники с демонами, которые хотят всё разворотить и считают, что империя человечества подкармливает лжебога. Есть орки, которые любят взять большую палку и постукать в понедельник утром несколько юдишек, остроухих, безносых и тараканов. И это, ну, очень вкратце и мало раскрывает суть вещей, иначе бы это была лекция на 40 тысяч лет. Да и как видите, всё в этой вселенной плохо, за это её многие и любят. Резня, эпичные баталии, пафос, оккультизм, демоны, ересь и много всего такого метального вобрала в себя данная вселенная. Хер ли про это не написать пару брутальных песен. Вархаммер 40 тысяч по сей день является популярной настольной игрой. В России он пришёл окончательно с выходом первого Dawn of War на пеку, про который думали, что это Warcraft 3 в будущем. Кстати, если вы не знали, то первый Warcraft, который был ещё не WoW, а именно Warcraft, это отменённый проект по фэнтезийному Вархаммеру. Загуглите сами, если не верите, а теперь к музыке. Среди музыкантов фанатов Вахи вообще немало. Джерард Уай из My Chemical Romance просто лютый задор этой вселенной, но песен он по ней не писал. Ахах, а почему? А потому что ребятусы есть Ball Thrower, и это Death Metal Band, который целый альбом посвятил любимой вселенной Молота Войны. Другие Дейзеры Дебаучери имеют целый альбом с отсылкой к Вахе уже в названии Kill Mame Burn, убивай колледж ги, что является также крылатой фразой отморозка вселенной к харда предателя. На альбоме есть не только песни про Вархаммер, ещё и с отсылкой к Толкину, но, например, For God Emperor and the Fatherland отдаёт этим эпикам гримдарка тёмного будущего. Что касаемо России, то у нас есть целый H.M. Kids, который уже на русском воспевает баллады об ужасах 41-го тысячелетия. Вообще, комьюнити Вархаммера довольно специфичные ребята. Помимо названных команд, интернет пестрит подобного рода творчеством, как и в тяжёлом исполнении, так и в более юмористическом. Поделитесь в комментариях, а какие группы вы знаете, которые поют про мир, молота, войны? Но какой вывод мы можем сделать? В своём творчестве вы вольны выбирать сами темы, которые поднимать. Любовь, общество, несправедливость вам могут казаться уже избитыми вещами, о которых можно поведать в своих песнях. Поэтому, если есть идеи воспевать даже вселенную вымышленную, то почему нет, дерзайте, особенно если у этой темы есть своя крепкая фан-база, то успех может быть вполне себе не призрачной фантазией. А на этом у нас всё. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео, слушайте тяжёлую музыку, не стесняйтесь быть геконами. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok